Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите. Мой канал про редкие, дорогие и ценные монеты Украины. Ко мне в личку пришло очень много сообщений о том, как можно заработать на монетах Украины реальные деньги. Я хочу сделать для вас отдельный видеоролик, чтобы не отвечать в личку каждому. Поэтому заполните, пожалуйста, небольшую анкету по ссылке в описании. Эта анкета поможет мне сделать ролик очень большим и интересным и наполненным. Вы поможете мне, заполнив анкету, а я сделаю для вас видеоролик. Также в этом видео я покажу вот такие интересные банкноты, которые я получил от канала Вадим Нумизмат. Также небольшой поход в магазин, в антикварную лавку. Покажу вам вот такие разные работы. Вы сможете поучаствовать в интересной социальной акции. Юра, расскажи, какая история, что это за картины? Я вот спросил у тебя в прошлом видео, да, как они попали, почему нет подписи вообще, кто их делал. Расскажи, пожалуйста. Да, это пришла ко мне одна женщина и рассказывает. Ну, она часто приходит, рассказывает разные истории там. И вот она такая, знаешь, добрый человек, видно вот сразу. Приходит, рассказывает, рассказывает. И что-то там, говорит, у меня там есть картины. Говорит, можете помочь мне продать там такого плана? Ну, это не она писала, да, я так понял? Нет, она не она писала. Они это не старые работы. Это современные. Современные работы, да. Но очень красиво, видно профессионально написано, красиво. И она попросила, говорит, можете мне помочь продать хотя бы по 100 гривен за работу? И ты их продаешь по 200, да? Да, я по 100 гривен и продам, лишь бы человеку помочь. Я не думаю, что они там прям какие-то баснословные денег стоят. Но просто, чтобы человеку помочь, можно и продать. Слушай, ну, не знаю, мне кажется, это так и есть. Ну, и во-первых, конечно, да, если просят помочь, это здорово. Да нет, у меня что-то, это ж такое дело. Ну, давай, давай, я у тебя приобрету для своего канала, для домой. Может быть, что-то буду потом разыгрывать. Ну, конечно, супер антикварной ценности там они не несут. Но даже кому-то на сувенир, на подарок, я думаю, можно презентовать. Причем, так, такие красивые краски. Если еще брабочку поставить, она тоже будет смотреться очень хорошо. Давай тогда сейчас мы расскажем, какие картины у тебя есть и как их можно купить. И я покажу, какие вот я возьму. Ты уже себе отобрал? Да, вот я четыре взял. Раз, два, три, четыре. Вот. И давай я тебе сейчас 400 гривен дам. Только нужно будет сдачу. Вот. В целом, я думаю, что такое 100 гривен. Ну, ребята, ну это раз ходить в Макдональдс, блин, попить там, съесть бургер. Не попить, а чизбургер один. Чизбургер 100 гривен стоит. Там Биг Мак, меню и так далее. Давай тогда мы покажем, пожалуйста, ты полистай, какие есть и расскажем, как их сделать. Ты куда-то будешь их выставлять на какой-то аукцион или сайт? Да, я хотел вот на Виолите выставить их. Давайте покажем тогда. Ты сможешь туда добавить мне ссылочки? Я добавлю вот данный видеоролик. Видеоролик поможем. То есть, у меня была идея, друзья, сделать аукцион прямо здесь в комментариях. Но технически очень много работ. И там вот 100 гривен их поставить, да, кому какая понравится. Но, наверное, будет проще сделать ссылочки на лото, чтобы вы могли посмотреть фотографии более качественные, не просто с видеоролика. И вот так, скажем так, поддержим человека, сделаем социальный такой взнос небольшой. Смотрите, на самом деле, что важно в картинах? Ну, яркость, какое количество элементов, как это, перспектива, да, что вот покажи вот эту работу сейчас, да, перспектива. Да, сори, свет могу прикрывать. Снимаем так, без штатива, живая съемка. Вот эти все работы у нас будут сейчас выставлены. Вот, абсолютно такой вот, скажем так, социальный проект. Так что, ребят, если интересна будет тема, пожалуйста, поучаствуйте, поддержите. Я вот 4 картинки себе сегодня взял. Так, давайте перейдем к тому, что мне за посылочку прислали. Сейчас, Юр, подержи, пожалуйста, камеру. Я пытаюсь быстро качественно распаковать. Мне, конечно, на новой почте девушка недавно посылку распаковывала. Я говорю, давайте я сам, нет, нет, нет. Она берет вот такая, вот такая, хрясь. Я думаю, капец, вот это, хорошо, что там была картонка, потому что люди не знают специфики, как это распаковывать. Так, смотрите, что нам пришло. Два пакета. Это от канала Вадим Нумизмат. Посмотрите, что здесь. Я даже пока не знаю, как это все выглядит. Видит, он говорил, что банкноты мне пришлет. Но какие, сколько. Так, гляньте, красивенько сделал. Области Украины. Вот тут толстенький такой пакетик. Ёхты-палки, гляньте, что тут у нас. Так, первое. Это у нас календарики. Ну вот, красавчик. Ну вот, посмотрите, контакты. Вот тебе тоже всем антикварным магазинам нужно выпускать свои календарики. Посмотрите, это у нас украинские деньги. Это самая редкая, кстати, сотка. Очень сложно найти ее в хорошем состоянии в музее. В музеях они, даже не во всех музеях такие есть. Ну, календарики приятно посмотреть. Дальше. Это из... Он показывал, когда-то я делал обзор. Это банкноты. О, так. Банкнотный дом у него, гляньте, как придумал. Вот это да, Вадим. Красавчик, что сказать. Так, как они достаются. Блин, я без перчаток это все делаю. Конечно, банисты меня, наверное... Да. Ну, будем аккуратненько смотреть. Что тут у нас? Такая карточка, слушай, прикольно. Печать ционерных памятных банкомов. Одна гривна. У нас вертикальное расположение. Гляньте, интересно, если бы в Украине были вот такие вертикальные деньги. Как бы это было? Вот, замок Паланок. Видите, по областям омуты. Перевернул вот так вот. Мы здесь будем видеть автономный республик Крым. Какой тут номер у них? Номер 60... 263 номер. Банкноты, конечно, такой неначальный. Но ничего. Черниговская область. Вот. Киевская, Запорожская. Вот с другой стороны элементы. Я попробую показать, да? Как? С другой стороны у нас элементы, собственно, этого... Да, да, да. Или Киев. Вот. На ощупь такие бумага фактурная, но не такая, как, например, настоящие деньги. С другой стороны, откуда у него... Да, откуда у него такая бумага? Потому что там сама бумага, как стоит Николаевская область. Вот. Хотя вопрос только в себестоимости, в стоимости вот таких вот банкнот, да? Как сувениры продавать. В принципе, я думаю, для людей, которые приезжают из других городов... И какой-то сувенирчик. Если правильно настроить дистрибьюцию, то есть где продавать, то вполне реально продавать. Детки, я думаю, будут с радостью брать, потому что цена доступна. Я, честно сказать, сейчас мне не помню, сколько стоит такая банкнота, но я думаю, не очень дорого. Не так, как банкноты, выпущенные Национальным банком. Ну, и это тем более частное издание. Севастополь. Вот у нас памятник. 265-й. 280-й. Номера, видите? У всех номера у нас вот так вот идут. А-а-а, серия. Видите? Крутяк. Так. Это у нас первый пакет. Тернопольская область. Вообще, серия областей, я считаю, что это для монет, для банкноты довольно хорошая, интересная тема. Потому что люди... Вообще, во всех... Во всех странах тема нумизматики связана с регионами. Она довольно популярна. Там, да, эти американские взять. Что там у нас? Квоторы, да, с штатами. Так, давайте дальше. Так, у нас тут что? Это просто картоночка. Что, чтобы они помялись? Так, все, в этом пакете больше ничего нет. Так, что у нас в этом? Ну, может быть, то же самое, конечно, будет. Типа два варианта, чтобы один подарить кому-то, а один оставить себе. Или что-то другое. Так. Так, ну, хорошая полиография. Что сказать? Так. Календарики. Отлично. 2020 год. Год заканчивается, но все равно календарики приятно. Это президенты. Коллекционные банкноты с президентами Украины. Ну, у нас их не так много было. Так что можно всех уместить вот в такую маленькую пачечку. Так, ну, что у нас? Леонид Макарович Кравчук. Это символы у нас власти президента. Номер 450. Вот. Это у нас Кучма. Блин, какой-то он такой злой прямо на этой фотографии. Мне кажется, можно было найти фотографию подобрее. Ну, хотя много кто говорит, что при Кучме лучше всего жилось. Напишите, кстати, при каком президенте, сейчас мы всех посмотрим, вам лично жилось лучше. Лучше. Вот. Это у нас Кучма. Вот тут Ющенко. Мне кажется, вот добрый. Разные фотографии. Гляньте как. Да, такая фотография. Две гривны. Янукович. Тоже. Посмотрите, какой добряк. Да, такой. И не скажешь, да, в каких системах был замечен. Тоже. Тоже немножко злой какой-то здесь этот президент. Порошенко. Так. И Зеленский более нейтральный. Ну, тоже, мне кажется, улыбается. Как тебе? Зеленский просто шоу отснял. Размешай комикам. Зеленский знает, как правильно попозировать. Как улыбаться. С автографом. А у тебя есть эта штука на просвет? Потому что, как я помню, здесь есть элементы ультрафиолета. Ультрафиолета нет у меня. Блин, ребят, ну я посмотрю дома, если есть, я добавлю в Инстаграм, как они светятся в ультрафиолете. Перейдите, пожалуйста, ко мне в Инстаграм. Я там выложу видео, как выглядят эти банкноты и эти банкноты в ультрафиолете. Так что вы сможете зайти посмотреть. Там на самом деле есть у них на просвет какая-то защита. Вот. Но я ведь так живьем не видел. Интересно посмотреть. Вот дома буду проверю. Так, ну что ж, как вам эти банкноты? Напишите, что вот из этих банкнот вам больше всего интересно. Например, области, да, вот такую серию собрать. Вот. Или там президенты. Ну, я думаю, мне кажется, больше области зайдут, потому что президентов чаще всего не любят. И вообще все, что связано с политикой, с властью, оно уже дискредитировало себя. Ну, в любом случае, это наша история. Уже нам с этим жить. И эти все президенты, эти все люди однозначно делали вклад в нашу страну своими решениями. Какие-то были успешные, какие-то неуспешные. Надеюсь, у этого президента будут только успешные решения. И у нас мы почувствуем на себе, как улучшается наша жизнь. Ты чувствуешь, Юр, как у тебя жизнь улучшается здесь, в этом году? Ну, в этом году, конечно, сложный такой пример, но в целом. Я не думаю, но видишь, пока как-то... Мы будем надеяться, не будем терять, как бы, это... Будем верить, верить, надеяться и стараться работать. Надеяться и верить. Зарабатывать на монетах, на чем-то еще, на ваших проектах, на ваших бизнесах. На самом деле, на монетах Украины тоже можно зарабатывать, и на антиквариате, и на вот таких вот банкнотах. На самом деле, здесь вот у меня вызывает искреннее уважение человек, который делает свой продукт в Украине. Делает, скажем так, придумывает идею, дизайн. Ведь довести проект до ума, довести его до готового вот такого результата довольно сложно. И нужно проявить колоссальную силу воли, чтобы от задумки до готового вот такого пакетика и отправить блогерам, чтобы они делали обзор. Это уже нужно сильно проявить, скажем так, желание и мотивацию сделать что-то для себя, для страны, для проекта. Так что, друзья, напишите по этому поводу, что думаете. И, может быть, Юра, ты хочешь что-то еще передать? Привет или сказать? Ну, привет твоим подписчикам. Подписчики, всем привет. Я, давай, добавлю. Друзья, на самом деле, Юра сделал вот такое классное дело, взял в помощь на реализацию вот этих картин. И, пожалуйста, поучаствуйте. Ссылочка будет в описании на каждую из этих работ, которые здесь вы увидели. Поддержите проект, поддержите... Как женщину зовут? Не помнишь? Оксана. Оксана. Вот. Я думаю, это будет очень классный вклад в свою карму. Вот. Спасибо всем и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok